Пока у нас тут разогрелась сковорода, с оливковым маслом, сливочным маслом. Тут уже вы можете варьировать все, как вы любите, делайте от себя. Отправляю обжариваться слегка лук. Тем временем параллельно режу чеснок. Начала шариться ру, лук, к нему же отправляются и чеснок. Томим это все до прозрачности, либо легкой золотистости. Добавим огонька. И пока это все у нас пока что обжаривается, я тем временем нарезаю кальмары, которые у меня уже почищены. Их только осталось порезать. Думаю, что с этим все справятся. Если вы покупаете нечищенные кальмары, то их надо ошпарить кипятком, либо где-то на 10 секунд закинуть в кастрюлю, тогда они очень легко чистятся. Нарезаю произвольно, такими вот полосочками. Сейчас уже в лук отправляются кальмары и все это очень быстро обжаривается. Слегка помешиваем. Где-то секунд 15-20. Для того, чтобы они остались нежные, сочные и не будет резина, поэтому вот так вот очень быстро это делаем. Убираю кальмары в сторону и ставлю другую сковороду на огонь. Пока сливочное масло очень высоко сейчас тает на сковороде, я тут как раз спинат измельчаю на крупные такие куски и отправляю его в эту сковороду. Пока все быстро готовится, в этом случае, конечно, лучше бы было использовать пармезан, но его не каждый может себе под рукой иметь, поэтому я в таких случаях использую просто твердый сыр. Смотрим, что тут у нас в киноте. Смотрим очень быстро сейчас на сковороде трепетчика. Помешиваем. В этот момент ее можно сюда отправить в сливки. У меня это очень хорошие домашние сырки, видите, они как масло. Поэтому я чуть-чуть добавила молока для того, чтобы соус был не настолько густой. и к этому всему я еще отправляю сюда сыр. Помешиваем это все, чтобы у нас все хорошенечко растворилось, подружилось между собой. Видим, что сыр уже начал плавиться. Получился уже такой соус. Я уже чувствую даже, как он слегка густеет. Поэтому как раз таки осталось вернуть наши кальмары на огонь. Здесь соль, черный молотый перчик. Они еще достаточно теплые. Но как раз смешиваем их с нашей сливочной смесью. Перемешиваем буквально несколько минут. Даем подружиться все вместе. И прекрасный соус, который вы можете использовать абсолютно ко всему. Очень вкусный, готов и ароматный. Если любите, обязательно добавьте сюда кинзу, петрушку, укроп, что вы уже любите. И попробуйте по вкусу. Даем этому всему закипеть. И накрываем крышкой и забываем. Все, можно подавать. Продолжение следует... Продолжение следует...